Приветствую всех на канале Автоинструктор 62. Я Моряхин Сергей. Сегодня тема ролика это такие слова. А вдруг, а если я назвал так значок, сейчас я вам все поясню. Если вы при управлении автомобилем будете постоянно пользоваться вот этими словами, задавать себе эти вопросы, глядя на дорогу, на какую-то ситуацию, вы, скорее всего, в дальнейшем уберегете себя от каких-то неприятностей, возможно, даже ДТП. Чтобы вам было сразу все понятно, я вам поставлю простой пример. То есть недавно ко мне звонит друг, у него произошло ДТП, он поворачивал по главной дороге налево, справа было примыкание второстепенной дороги, в него въезжает молодой парень, 19 лет, под двумя бутылками пива. То есть, соответственно, он был неправ. А если мы рассмотрим данную ситуацию немножко с другой точки зрения, мы можем сказать, что человек, который был не виноват, который поворачивал налево по главной дороге, он мог избежать данной ситуации, если бы он воспользовался словом «а вдруг, а если». Например, то есть мы едем, мы видим, что мы едем налево, у нас главная дорога, мы включаем поворотник. Но прежде чем приступать к маневру, водитель должен подумать, а вдруг там кто-нибудь, какой-нибудь дебил, неадекват, торопыга несется. У нас возникнет небольшое чувство страха. Это заставит нас повернуть туда голову и убедиться в том, что там его нет. И если его нет, все замечательно, вы продолжайте завершать маневр, поворачивайте, все хорошо, все в порядке. И если в следующий раз, а этот раз будет когда-то, то есть вы можете поворачивать 100 раз по этой дороге, ни разу не посмотреть, это все будет хорошо, это все будет сходить с руки. Но на какой-то раз, однозначно, когда-нибудь там будет двигаться вот этот вот парень, 19 лет, под двумя бутылками пива. И по каким-то причинам он выйдет на дорогу. Может быть, он будет действительно сильно пьян, может быть, он будет не в адеквате, может быть, он куда-то торопится. Он не увидел знак уступить, может быть, его в ночью кто-то сбил данный знак, и этого знака просто нет с его стороны. То есть в любом случае такая ситуация может быть. И один водитель подумает, а вдруг, а если, да, это заставит его посмотреть и убедиться. Другой водитель скажет, зачем, у меня главная же дорога, что мне смотреть, если что, даже вдруг я буду прав. И данное ДТП произошло. Данное ДТП произошло, и, соответственно, на этом все закончилось. Все планы и водителя, который двигался по главной дороге, ну и, естественно, неприятности тому водителю, который все-таки двигался по второстепенной. Да, куча геморроя, знак аварийной сигнализации, аварийка, ждем ГИБДД, разбираемся на месте, потом ремонты, потом страховые беготня, месяц без машины пока я буду делать. В общем, куча-куча проблем и геморроя. Да, поэтому вот это слово, а вдруг, а если, в вас должно всегда присутствовать, когда вы имеете преимущество, но вы не должны 100% на него полагаться. Двигаетесь вы по кольцевому движению, круг, главная дорога. Вы двигаетесь, но вы все равно должны периодически поворачивать взгляд в какой-то съезд и убеждаться, что вас действительно пропускают. В голове должно быть слово, а вдруг меня кто-то не видит, а вдруг там несется какой-то неадекват. Если вы увидели данного неадеквата, вы его увидели, вы видите, что он сейчас, вы с ним врежетесь, вы тормозите, вы уберегаете себя от удара. Вы через 2 секунды, когда этот неадекват пролетает куда-то там в кого-то, неважно, вы продолжаете движение по своим делам, потеряв 2 секунды времени. То же самое, вы где-то двигаетесь по главной дороге. Примыкание там, перекресток какой-нибудь, неважно, нерегулируемый второстепенный к дороге. То есть вы по главной, слева, справа, второстепенный. Немножечко отпустите газ, нога зависает над тормозом, посмотрите влево и вправо с вопросом, а вдруг, да, вдруг, вдруг кто-то, если вы убедились, что никого нет, либо кто-то есть, но они вас видят, как положено и пропускают, только потом продолжаете движение. И делать так нужно всегда. Если в какой-то момент, опять же, оттуда летит какой-то торопыга неадекват, пьяный какой-нибудь товарищ, вы его увидите, вы нажмете на тормоз, с вами будет все в порядке, он куда-то пролетит, и через 2 секунды вы поедете дальше, целые, невредимые, на небитой машине. Поэтому никогда не надо думать, что если у вас зеленый, мне пофигу, у меня зеленый, я еду, меня все должны пропускать. То же самое, кстати, касается и пешеходов. Ребят, вы все пешеходы, и я пешеход, когда мы сидим не за рулем автомобиля. Вот это стадное чувство работает тоже здорово. Стоим мы на перекрестке, у нас красный, слева 10 пешеходов, справа 10 пешеходов, у них тоже красный человечек. Мы все ждем своего зеленого, но когда загорает зеленый людям, пешеходам, зеленый человечек, я наблюдаю за людьми, там из 10 посмотрят по сторонам только двое-трое, и с левой стороны тоже самое. Остальные, кто в телефоне, кто в наушниках, все поперли, и все бы хорошо, да? Но на какой-то, на тысячный раз у кого-то отказали тормоза, пьяный, торопыга и так далее, и так далее. И этот торопыга сбивает людей, человек несколько оборотов в воздухе, он вообще не при делах, он шел на зеленый. Но если бы у него сработало, даже как у пешехода, слово «а вдруг, а если?», а вдруг кто-то не остановился. И прежде чем вступить на проезжую часть, этот бы страх его заставил повернуть голову влево-вправо, он бы увидел этого неадеквата, остановился, он бы проехал, может быть кого-то сбил, но не вас. И вы продолжите движение. Понимаете, это очень-очень важно. Поэтому еще раз вкратце повторяю, когда вы управляете автомобилем, и вы имеете преимущество по отношению к кому-то, вы этим преимуществом обязательно пользуетесь. Но 100% полагаться на то, что тот вас пропустит, нельзя. У вас должна быть вероятность, а вдруг, а если он там что-то вдруг неадекват, человеку стало плохо с сердцем, да, то есть человек вообще там уснул за рулем, то есть перечислять можно много. В моей личной практике вот это слово «вдруг, а если» меня уберегало уже неоднократно. Если бы я так не задавал себе такие вопросы и не побаивался бы, да, не смотрел по сторонам, а полностью пользовался своим преимуществом, скорее всего, я бы здесь даже сейчас и не сидел, и меня бы, скорее всего, уже не было. Потому что были пару нюансов, которые... Загорает зеленый, нужно ехать, но я смотрю влево, несется товарищ на бешеной скорости, его уже начинает крутить, зима, и если бы я выехал на середину перекрестка для того, чтобы пропустить встречный поток, он ввалил бы прямо в мою машину, понимаете? И что бы там произошло, уже не важно, какие бы были последствия, я бы был бы не виноват, но не факт, какое бы осталось здоровье после вот этого вот случая, да, и уже размахивать кулаками, кто прав, кто виноват, смысла нет. Факт произошел. ДТП произошло. Пострадали люди, пострадали машины, большие материальные вложения и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, ребят, никогда не пользуйтесь стопроцентным преимуществом в том плане, что вас всегда должны пропускать. Должны, но, как видите, не всегда обязаны. А еще я вам советую посмотреть пару программ, такие есть программы, водить по-русски, дорожные войны, какие-то нарезки ДТП. Это, конечно, страшные вещи, но я вам их советую посмотреть с другой точки зрения. Вы на них, когда будете смотреть на вот эти нарезки, вы обратите внимание, что тот человек, который не виноват в ДТП, в половину, в большей половине случаях он мог предотвратить это ДТП, если бы у него вот здесь работало слово «а вдруг, а если?». И там одна и та же ситуация. Одна машина едет на зеленый, вторая машина едет на красный, произошло ДТП, и комментатор за кадром говорит, куда же смотрел водитель, который едет на красный. Нехорошо. Не по-русски это, да? А тут возникает вопрос, а куда же смотрел тот водитель, который ехал на зеленый? Если бы он посмотрел по сторонам с вопросом, а вдруг там кто-то несется, он бы этого увидел, притормозил, все бы было в порядке и поехал бы через 2 секунды дальше. Поэтому, я думаю, смысл ролика вам понятен. Сегодня на этом все. Я надеюсь, данная информация заставит вас задуматься и, возможно, спасет вас, обережет вас от каких-то неприятностей, от каких-то горести. Поэтому ставьте лайки, поддержите ролик лайком, чтобы данный ролик увидели другие водители, потому что это очень-очень важно. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить еще что-то интересное. Ну, а я, как всегда, вам всем желаю до ночной дороги. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok